Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ужас какой В темноте и во мраке вечном Дневным разворотом У нас тема серьезная Животрепещущая В очередной раз ее поднимаем Группа общественного контроля по полигону В Осенцах приступила к работе Все, я думаю, знают Что городу нужен новый полигон ТБО Тот, что располагается в Костину Давно уже исчерпал Его давно уже нужно закрывать Но сроки работы были продлены Группа общественного контроля Она была создана для того, чтобы Эта тема в таком Цивилизованном русле развивалась И у нас сегодня в гостях Тамара Яковлевна Ашихмина Это председатель Государственной экологической экспертизы По полигону в этом населенном пункте Тоже член этой рабочей группы Доктор технических наук, профессор Член общественной палаты Кировской области Добрый день День добрый Еще один наш гость Николай представит его Александр Тимонов Симонов Тимонов Как мы перед эфиром поучили Александр Тимонов Это член рабочей группы По общественному контролю Над строительством полигона Восенцах Это известный наш геолог Человек, который 15 лет занимался Изучением водки Кировской области Так что профильный специалист Александр Степанович, добрый день Добрый день Вот подземных надо уточнить И подземных, и надземных Но мы пробовали назвать его гидролог Он скромно отказался Геолог Есть у нас, сразу же хотим предупредить На сайте Эхокирова.ру И в нашей группе ВКонтакте Опрос Строительство нового полигона Восенца И три варианта ответа То есть первый вариант Это безопасно для окружающей среды Второй, соответственно, опасно И третий Мне очень понравился вариант Мне сложно судить Я не специалист Этот вариант ответа Лидирует на странице ВКонтакте 55% Сложно судить Я не специалист На сайте Эхокирова.ру То же самое Но давайте с этого вопроса начнем Просветим Вы специалисты Опасно, не опасно Вы специалисты Вам судить Тем более, что за последние годы Про этот полигон было чего только не сказано Тамара, давайте напомним Ну, если отвечать однозначно То могу сказать, что этот полигон Относится к полигонам первой категории В общем-то Воздействия Но он Что такое первая категория воздействия? Сколько их вообще? Негативная категория негативного воздействия Это по законодательству Сейчас вот такие Это самая высокая категория Ну, а Тут нельзя путать вот о чем Сколько всего категории? Я как раз хотела сказать Всего категории четыре Но население обычно сравнивает этот полигон Вот по опасности с классом опасности Поэтому нельзя путать Класс опасности Есть предприятия химические и прочее По классу опасности Которые действительно опасные А по опасности полигоны захоронения Бытовых отходов Не относятся к такой категории Классом опасности У них дана категория Значит, как раз вот Негативного воздействия То есть это разные просто А их путают Потому что похоже звучат Да-да-да И в принципе-то это Ну, несколько ниже Как говорится Аспект Значит, категории То есть сравнивать с химическими предприятиями Это будет неправильно Некорректно Ни в коем случае неправильно И это постановление есть по этому поводу Поэтому Если говорить вот четко Он относится к предприятиям Первой категории Негативного воздействия Всего категории четыре Четыре, да Первая – это низшая Четвертая – выше А, выше От четырех И по нисходящему Для территории А вот просто для сравнения Тамара Яковлевна Вот это первая категория Объект по негативному воздействию Да, ну скажем Вот вторая категория Это что? Что было с чем-то сравнивать? Ну, чтобы сравнить Это могут быть Просто Значит Несанкционированные свалки Допустим Которые В общем-то Временные Вот типа такого рода Или допустим Отходы фермерских Производством и так далее Сельского хозяйства Там навоз Да А что касается Вот понимаете Если крупный рогатый скот То навоз А если куры То, извините, помет Помет Да И вот тоже вопрос возникает Это очень действительно Интересный и важный вопрос Для понимания населения Ведь вот сейчас ставится вопрос о том А почему полигон? Почему полигон? Почему не завод по уничтожению Химического оружия? А здесь Почему не завод по уничтожению Отходов бытовых? Дело в том, что Заводы по уничтожению Значит Бытовых отходов А есть ли такие в законодательстве прописаны? Есть такие, да Так они, по-моему, действующие есть Вот это Ну, как сказать Их сейчас В Москве Четыре таких завода Планируется построить И один такой завод Планируется построить в Казани Но, представляете Стоимость такого полигона Составляет в среднем Около 5 миллиардов рублей Полигоны или заводы? Заводы Заводы, да И практически Вот это Очень огромное количество средств А в чем уничтожение заключается? Это сжигание А вот сейчас скажу Да Там технологии В том числе и сжигание есть И все равно будут отходы И все равно нужен будет При этих заводах Полигон для Захоронения отходов От этого завода Все равно А вот Те полигоны Которые Которым относится Наш полигон Восинца То это уже Значит Полигон Он с сортировкой Отходов И Причем Эти полигоны Они Значительно дешевле Ну вот По крайней мере Для населения Если вот Например Ведь это же тоже Строительство завода По бытовым отходам Будет стоить Огромное количество Средств И за одну тонну Порядка По-моему Где-то Было Отмечено 32 тысячи За одну тонну Отхода Должны платить Это на заводе По уничтожению А по уничтожению На полигоне Который у нас Строится Порядка Где-то В 6 раз Меньше А ведь Это все Ляжет На плечи Населения Самих Людей Которые За это Дело Правильно ли Я понял Что если бы Например Мы строили Мусор Вот этот Сжигательный Мусор Уничтожающий То те люди Которые Сдают отходы Они бы платили Больше Конечно Порядка В 5-6 раз Гораздо Больше И в том числе Население Это ляжет На плечи Населения К сожалению Вот такая ситуация Ну конечно Оно может лечь На плечи Государства Там где Вот заводы Миллионники И кстати Такие заводы По плечу Только Городам Где Миллионное население 20 миллионов Москва Там Казань 2,5 миллиона Даже в Санкт-Петербурге Нет такого завода Москва все-таки Официально 12-13 Ну 12-13 Да Ну С приезжающими И так далее И еще вопрос Тамара Вот если этот Завод Ну условно Который стоит 5 миллиардов Построить У него тоже Есть определенный Класс опасности Тоже это небезопасное Производство Ну безусловно Конечно Все те же требования Как бы это отразилось Все те же требования К таким заводам А если говорить Опять же По этому полигону То мы как Члены экспертизы Государственной Мы очень внимательно Смотрели на мониторинг Который по оценке Воздействия Вот этого объекта На окружающую среду Потому что Главный раздел Государственной Экологической экспертизы Это оценить Насколько данный Объект будет Воздействовать На все природные Среды Объекты Вот этой территории И практически Точно такое же К заводам Но ведь У завода Тоже свои системы Созданные И по выбросам И сбросам И так далее Что касается Вот этого объекта Все таки И по Оценке Воздействия На атмосферный Воздух Кстати Планируется Контроль Порядка За 20 Показателями Причем Очень много Неспецифики Потому что Типофенолы Ксенолы Метилкаптаны Метилкаптаны Меркаптаны Да Различные Формальдегиды Ну я уж не говорю О промышленных Оксидах И так далее Порядка 20 В атмосферном воздухе То есть это параметры По которым Отслеживаться Когда будет действовать Сам полигон Ну по простому Говорят это все Испарение От отходов Ну про Метилкаптаны В паузе скажу Что это Испарение Да сероводороды Там прочие Оксиды Серый азот И так далее Конечно контроль Должен осуществляться 20 вы сказали По 20 показателям А по 20 показателям Мониторинг будет вести В каком-то режиме В постоянном В постоянном режиме Там каждый день Определено По регламенту По методикам И так далее У нас были Некоторые требования К исполнителям Проекта У государственной Экспертизы Именно по мониторингу Нас не все удовлетворяло И режимность И там Регламент Сам В общем-то Они доработали Этот проект В этом отношении В общем Подводя Некую Промежуточную Черту Что нужно сказать Это место Конечно не цветущее поле Есть определенные риски Но это И с другой стороны Не сопоставимо С вредом От химического Производства Так Да безусловно Безусловно Это во первых Очень на большом расстоянии Находится и от города Значит Это находится От населенных пунктов Тем более Санитарно Защитная зона 500 метров Для примера Я вот начинала Говорить сегодня Фразу произнесла Про химоружие Вот как раз Санитарно-защитная зона На объекте химоружия Была утверждена 2 километра 2 километра На таком опасном объекте Мы добились В свое время Именно этой зоны Здесь санитарно-защитная зона 500 метров Так вот Когда объект По уничтожению химоружия Отработал И мы делали оценку Воздействия За 9 лет Деятельности объекта То практически До ПДК Не дошло 480 метров От объекта Предел до ПДК Не выше ПДК То есть Все нормативы Были соблюдены То есть Еще С запасом Еще полтора километра Что касается Здесь конечно Тут сравнивать Нельзя такой объект И полигон С таким предприятием Сейчас сделаем Небольшую паузу Затем дадим слово Александру Тиманову И уже поговорим О воздействии Собственно Наводные объекты Тиманову 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 Объекты В том числе Подземные Давайте пауза Александр Степанович Давайте сразу Вам передаем слово Вы буквально Позавчера Были на объекте Непосредственно Да И проводили Некие изыскания Рассказывается Обо всем подробно Ну Позавчера Мы наметили Так сказать Поездку туда На объект Непосредственно Посмотреть с одной стороны Кстати простите Какова площадь вообще Этого 13 гектаров Объект находится На вершине холма Во все стороны С этой вершины У нас Спуск Спуск Во все стороны Значит в настоящий момент Там проводятся работы По обустройству Строительства В частности Подъезжаешь Там дорога строится Высокая Насыпь Выкладываются Значит Железобетонные Аэродромные плиты Вот Выполаживается площадка Под Застилку Бентонитовых матов Которые дальше Будут закрываться Каких матов? Бентонитовых Это вообще Примерно что такое? Я сейчас расскажу Бентонитовый мат А потом будет закрываться Значит Ленкой соответствующей Мембраной Мембраной Так Это как бы Самый такой Нижний слой получается Да Которая будет По существу Закрывать Возможность доступа Любой жидкости В нижележащие Горизонты В нижележащие То есть под 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 основание Это для того Чтобы ничего Из этой кучи мусора Не просачивалось Да Именно так Именно так Бентонитовый мат Это по существу Значит На основе глины Да Это значит Такое устройство Скажем Мат Матрас Который В сетке В которой В сетке Засыпана Глина бентонита Бентонитовая глина Она обладает Таким свойством Что вот она В сухом порошке Когда значит Попадает туда Влага любая Увеличивает В объеме До 5-6 раз Так То есть Соответственно Закрывает Все что Любой доступ Поры Закупоривает Закупоривает Да Ой Слушайте Помнил Я это слово Слышал Бентонит Это на упаковках Для котов Для туалетов Используют Да В том числе Спасибо за яркий Пример жизненный Нет Ну слушай Те кто котов Держат Понимают Что эта вещь Надежная Понимаешь Прекрасно Значит Готовится основание Кроме того Для того Чтобы готовить Вот это основание Выравнивать его Положить По проектным отметкам И так далее Требуется дополнительный Грунт На севере Вот этого участка Это в южной части Участка делается Так Называется Эта площадка Вторая очередь Но по сути дела Она будет первой очередь То складирование отходов Это в южной части А в северной части Там значит Образуется Сейчас они делают карьер Добывают оттуда Грунт Для того Чтобы выравнивать Вот эту площадку Планировать Она должна быть ровной Все вот эти 13 гектаров Она будет ровная Ну с такая Слегка выкуплая То есть она будет Выглаженная Выглаженная Так чтобы не было Ни западин Не было чтобы ни бугров Ничего Там работают бульдозеры Работают катки Укаточные Так Мы это ездили Специально Только главная цель Наша была Отобрать пробу воды Тех В карьерах Обводненных Которые там Значит С древних времен Существуют Со времен Как я полагаю Когда там стояла Воинская часть Вот мы отобрали Там две пробы воды С верхнего слоя С нижнего Что? Сколько источников Там водных? Два карьера Там источников В водных нет Там есть именно Вот карьера Заполненная водой Талой Там дождями Дождевой То есть Она не проточная Именно так Именно так Это все находится На самой вершине Значит Цель была такая Сравнить воду Которая в карьере В этих карьерах И сравнить воду Которая была Проанализирована При изысканиях Значит Если Некоторые товарищи Говорят Вот Защитники Значит Или противники Этого Строительства Полигона Говорят Что вот эти Пруды Вот эти Копания Они катаются За счет Да Карьера Они питаются За счет Грунтовых вод В грунтовых водах В грунтовых водах И в Значит В воде Непосредственно В этих самых Карьерах Там состав воды Различный То есть Если бы питался Соответственно Вода была бы Идентичная Ну практически Примерно одинаковая То есть Скажем У нас получается Минерализация В 3-4 раза В 2-3-4 раза Меньше В прудах Нежели На верху По отдельным показателям По кальцию По магнию Точно такие же показатели Вот мы Так сказать Это Первоначально имели Данные результаты По изысканиям Которые проводили В 2014 году Мы сейчас Это дело Просто-напросто Решили подтвердить Или опровергнуть Эти данные Мы получили Результаты Анализа Вот сегодня Мне буквально Утром Переслали Анализы Причем делали Анализы В двух Совершенно разных Лабораториях Чтобы уж это было Одно Дело С лабораторией СИАК Это при Центре Экологическом Министерстве Охраны Окружающей Среды Другая лаборатория Это Вятская Госуниверситет То есть Скажем Результаты Получились Практически Одинаковые То есть Тут достоверность Результатов Высокая Второе Отбирали пробу Мы вместе С членом Рабочей группы Точнее Даже Руководителем Одним из руководителей Рабочей группы Вершининым Виктором Он руководителем Был с нами На связи Телефон Он бурел Непосредственно Этот лед Вместе с ним Мы опускали Приброс Ответающий Ботометр С разной глубины Отбирали Эту пробу Мы отобрали пробу Одну сверху Непосредственно Подо льдом Где-то в полметра Вторая Практически У дна Но было На глубине Где-то около Полутора метров Вот так сказать Вот эти Результаты Практически одинаковые То есть Это мы Тем самым Доказами Бурили Ледобуром 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 И пищевые Дорабатывали Так что Могут этот прибор Опуститься Ладно Можики Я могу Фотографию Это показать Можете Посмотреть Фотографию Да Значит Я вот начал С того Что говорил Что там Роют Карьеры Для добычи Грунта Чтобы Выположить Южную часть Глубина Вот этих Карьеров Ну где-то Так 4-5 метров По Карьерчик Находится Который Сейчас копается Находится Буквально Ну В 4-5 метрах От водоема В котором Мы брали Воду Да От этого Обводненного Карьера Вот если Видно По фотографиям Там Воды Нет Эти карьеры Вновь Вырытые Они абсолютно Сухие То есть Грунтовая Вода Туда не Поступает Это же На калме Правильно Это же На калме Я просто Сижу Воды Вниз Текут Но по идее Сейчас получается Так Что Вот Выкопанный Карьер Находится Ниже Чем Тот Карьер Который Сегодня Заполнен Водой И там Сухо И там Сухо И там Сухо Причем Там Таким Ну может Просто Еще зима Пока Может Весной Что-нибудь Пойдет Ну Понимаете Глубина Промерзания У нас Ну пусть Там Метр Пусть Полтора Но не На 4-5 Метра А вы Бурили На 4-5 Откуда вода Появилась Или в процессе Изысканий Была В 14-м году Работы Изыскания Изыскательские В частности Вот по изучению Грунтовый ход Они проводились Весной Апрель Май Поводковый период То есть Тот самый момент Когда у нас По существу Идет Снег Тает И вся вода Так или иначе Просачивается вниз Вот эта вода Большая часть воды Остается в карьерах Так Она вот осталась И в общем-то Вода там Атмосферная При просачивании Через грунт Вода Она обогащается Теми компонентами Которые есть Значит В самом грунте Вот в этом Говорит Относительно Разрыхленные А там у нас И глинистые И будем говорить И суглинистые Такие в общем-то Хоть и они Слабо Водопроницаемые Судо По Коэффициентам Фильтрации Но тем не менее Они все равно Проницаемые Все равно пропускают Да Все равно пропускают Вот А то что касается Нижней части Вот я наверное На этом пока остановлюсь Вы мне дальше Садите вопрос Нет Мы хотим дальше Послушать Когда в 2014 году Это проводились Вот эти вот первые А там с чем было связано И проводились Инженерные Инженерные Для проектирования Строительства Подготовка Строительства Подготовка Строительства Это еще Мембрана Мембрана Вот тоже Если можно Пояснить Это немецкой фирмы Мембранные полотна Которые Очень прочные Кстати В начале В проекте Была предусмотрена Другой вид Мембраны Не немецкого Производства Мы тоже Выставили претензию Как эксперты Более надежная Она примерно Полтора миллиметра Толщиной Причем Она выстилается Не только Бентонитовые маты Дело в том Что еще До бентонитовых мат Еще слой Примерно 0,25 Значит Метра Грунта Такого Накладывается Потом бентонитовые маты Потом Мембрана Потом сверху Еще бентонитовый слой И после этого Бентонитовый слой Еще выкладывается Как вот я понимаю По проекту Потому что Я глубоко его помню И знаю Вот Еще на бентонитовые маты Насыпается Слой грунта Порядка 80 сантиметров 70-80 сантиметров И на него еще Слой Грунта С растительными Объектами То есть Для уплотнения Для того Чтобы он впитывал Влагу Которая будет В первую очередь Значит Поступает Фильтрат Вот этот А рабочая группа За этим Может следить За тем Что Слой за слоем Все это действительно Укладывается Самый главный момент Как раз Рабочей группы Оба еще практически Рабочая группа Знакомится с материалами Знакомится И так сказать Вот я В частности Взял вот этот раздел Касающийся геологии Воды Гидрогеологии И так далее А я как председатель Общественной экспертизы То есть Государственной Я должна Контролировать Раз мы сделали Заключение Положительным Мы должны Контролировать На той Вот как я Член рабочей группы Включена Как исполняются Вот эти все И по Подземным водам И по поверхностным Водам И по строительству Самого В общем Б комплексно Я думаю Что на будущей Работе группы Давай немножко попозже Вернемся к воде Мне кажется Потому что Смотрите Вот то что вы провели Вот сейчас Это вот Если просто сказать Это о чем говорит Это говорит о том Что водоносные горизонты Которые вскрыты были При инженерно-геологических Изысканиях Эти водоносные горизонты Временные Существуют За счет того Что вода сверху пала То леталая вода То ли дождевая вода Она в этот момент там была То есть Осенью Как правило Этой воды В этих В грунтовых водах Практически не будет Вот о чем Да А вот как бы С точки зрения Опять же Как мы оцениваем Ну говорят Опасность для экологии Это говорит о том Что опасность ниже Чем говорят О противнике По строительству Этого полигона Ну я вот считаю Что тут вообще В этом плане Никакой опасности Нет касающейся Грунтовой воды Видите Ведь скажем Предполагается Или так как Противники Они говорят о том Что вот эта вода Которая у нас Сверху Будет В том числе Через полигон проходить Маты будут Не держать Эта самая Мембрана Не будет держать Не так ее положить Не так сделать Она будет Просачиться вниз Вот ниже Ниже Вот смотрите У нас если Значит верхние По коэффициенту фильтрации Верхние слои Которые вот это Рыхлые Будем говорить Так называемые Выветрилые Так породы У них Приняты для расчета И в результате Различных замеров И так далее 0,25 0,18 0,52 Метра В сутки Метра в сутки То есть в сутки Продвигается На 0,25 На 25 сантиметров Может провести Да Вот по этим Это рыхлые слои Рыхлые слои А что касается Нижние Слои Вот Мы называем Коренные что ли Коренные Коренные породы Там Одна сотая Чего Сантиметра Метра Сутки Один сантиметр Один сантиметр Максимальный При этом мы Говорим так Что если у нас Сверх Это мы Вот нагнетаем воду Да Вот она у нас Просачивается вниз Но поскольку Слои Они неоднородные То естественно Они будут растекаться Да Это сами представляете То есть скорость Понижения Будет гораздо еще Ниже Понятно Теперь Просачивание В более глубокие Горизонты Там откуда у нас Происходит В общем-то Водоснабжение Да Хозяйственное Питьевое Вот между Уровнем Говорить Полигона Выхода Коренных пород И там Где у нас Водоносные Горизонты Порядка 40 50 метров Водонепроницаемые Так называемые Водоупоры То есть В ту воду Которая используется Для хозяйственных нужд Населением Для питьевых Хозяйственных нужд Там вообще Ничего не попадет Практически Абсолютно Практически Практически Она предполагает Какую-то долю Исключено 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 Теоретически Даже Всякое Будем говорить Исключено То есть Вот эта защита Которая Сделана Плюс Вот то Что собственные Геологические Ну допустим Вариант какой Почти Допустим При инженерно-геологических Засканиях Пропустили Какую-то трещину Которая могла Быть проводником Допустим Допустим Вот у нас Для этого Допустим Практически Для этого У нас и существует Вот та самая Система Защитных Слоев Которая не позволяет Туда что-то попасть Я еще дополню Вот здесь Один момент Давайте Сделайте рекламную паузу И продолжим Конечно Рекламу Продолжаем наше общение Думаю еще раз Нужно представить Наших гостей Да У нас в гостях Сегодня Александр Тимонов Тимонов я выучил Да Член рабочей группы По общественному контролю За строительством полигона В Осинцах И Тамара Ашикмина Председатель государственной Экологической экспертизы По этому же полигону О котором мы говорим Член общественной палаты Кировской области Профессор Доктор технических наук Вот перед перерывчиком Как раз мы говорили Вот о том Что люди говорят Что есть опасность Что вот Те слои воды Да Вот подземные Откуда происходит Ну водоснабжение Да Вот окружающих Населенных пунктов Ну колодцы В общем Колодцы Скважины Что там еще может быть Ну все понятно Что попадет Что-то из этого полигона Тамара Скважина Это эксплуатационно Действительно Для питьевой воды По проекту Предусмотрено так Что И документация Об этом говорит Что на данной территории Водоносный горизонт Находится где-то На глубине 70-80 метров А над ним Водоупорно толще Еще 40-50 Примерно метров Поэтому Это исключает Попадание Загрязняющих веществ В глубинные горизонты Вот я бы так По документации Исключено еще Да А еще вот вопрос Потому что это возвышенность Да Потому что Из-за того что это возвышенность Просто-напросто Именно горизонты Самые водоносные Находятся ниже 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 Основные водоносные горизонты Которым питаются Скажем Есть водоносные горизонты Которые малодебитные Так называемые Да То есть воды там немного В частности Те же самые родниковые Да Вот про родники Вот как раз Мы хотели еще поговорить Они конечно Имеют место быть Вот в этой В общей толще Водоупорной Вот о которой Мы говорили Тамарьяк Нагрилла Которая что 40-50 метров Да Там конечно Есть прослойки Небольшие Которые являются Но внутри водоупора Которые вот именно В нижней части Которые И выходят Вот эти водоносные Горизонтики И дают нам родники Ну в том числе Мы при своей поездке По стилю Я посмотрел Эти родники На слоты Так На речке Слоты На правом берегу И там Людей действительно Берет воду И так далее Но это вода Совершенно не та Точно так же Результат анализов Которые мы получили Сегодня Одна из проб Была взята Оттуда Она вода не та Которая у нас В грунтовке По своим показателям Отход Из другого места Запитывает Да Пойдет Это вот та самая вода Которая у нас Будем говорить В нижних водоносных горизонтах То есть в нижних водоносных горизонтах Куда ничего сверху Не попадет Именно так Вот именно состав воды До такой степени различий Что понятно Что не попадет Да конечно Ну что будем говорить Уже о будущей работе Она уж не такая и будущая Как я понял Она в общем-то началась Вообще вот Вот вы сейчас в перерыве сказали Что основная работа Начнется тогда Когда укладка Вот будет этих всех слоев Да Да Основная работа Должна быть конечно Вот этой рабочей группы Во-первых Когда мы Вот этот период До начала укладки У нас сводится к тому Что мы смотрим материалы Мы живые материалы То есть те которые Они конечно Прошли экспертизу Но общественная группа Которая сейчас есть Они с экспертизой С чем-то знакомы С первичными материалами Были незнакомы То есть они могут Спокойно этим делом Знакомиться Так А вот извините Просто перебьют Общественную группу Вообще вот она создавалась По чьей инициативе Кто в нее входит Она по инициативе Слободского района То есть жителей Да Вот конкретно жителей Руководство района И местных органов власти Потому что Действительно По просьбе Наверное Населения даже Потому что Такая группа Именно по инициативе Слободжан была А представители Вот Да В нее входят Депутаты От Слободского района Представитель Председатель рабочей группы По-моему Из Вахруши Вахруши живет Вершинин Виктор Васильевич Ну вот Китов Депутат Зак Собрания Роман Да И там еще один депутат Слободской района Ну всего там Порядка 10-12 человек Вот мы еще Группа вот так вот То есть Одновременно все Вот мы Первое у нас было Заседание Так Когда мы Как бы вообще Обозначились для себя Второе заседание Было Когда мы Были в Сахе И нам представили Что вот документация Можете пожалуйста Знакомиться Это вот проектная документация Это изыскательская документация Различная Кого что интересует Смотрите То есть Войти в курс Да Вот я сейчас В данном случае Вижу себя В том что я вхожу в курс Ну какое это время Безусловно Это нужно А следующий этап Уже будет конечно Это самое основное Когда начнется собственно строительство Сейчас идет подготовительная работа Да Площадка И так далее Как только начнет Выстилаться Вот эти маты Насчет геомембраны Весь этот процесс укладки В общем то мы договорились С руководством САХ Они так сказали Да пожалуйста Это даже нам А когда запланированы Эти работы Ну видимо где-то в ближайшее время Я точно календарный вам не скажу К маю планируют К маю планируют Там видите Полигон Две части имеет Вот вторая очередь Она небольшая Сразу при езде Вот на этой Вторая очередь Она будет первой Для того чтобы он раньше приступил к работе Да конечно А мы немцы-то выписали Вместе с этим немецким материалом Или у нас есть свои специалисты Я вам там Вот фотография по-моему одна есть На которой рулоны Видите Рулоны Вот две категории Вот которые зелененькие Белые и зеленые Это торцы Да вот эти беленькие Это у нас получается Вот эти маты бентонитовые Ага Лежат уже эти Дело в том что эти мембраны используются практически на всех строящихся полигонах В России Да в России Конечно Это не просто там какой-то ноу-хау То есть это не ноу-хау Да Привезенная из Германии Нет-нет То есть уже опробованный материал Опробованный Причем на фоне других мембранных материалов Отмечается что это наиболее устойчивое Вот именно конкретно производство вот этой вот фирмы Да-да-да Они дороже конечно В сравнении с другими Это финансы сахара Да-да-да Экономить нельзя вообще-то Тавра Юрьевна А там в будущем будет какой-то пункт наблюдения за экологической обстановкой Или что Какие требования тут предъявляются Требования таковы что Во-первых органы власти будут следить Мониторировать эту территорию Действительно не только на период строительства самого полигона Но и на период действия этого полигона Порядка деятельность полигона Рассчитана на 8 лет 4 месяца И кроме того А почему такая точность Мало А так Мало А вот представься отходов И вместимость которая здесь Да вместимость 2,5 миллиона тонн Только возможно будет поместить на этот полигон А дальше Ну вы говорите так будто все прямо так представили себе 2,5 миллиона тонн Это много, мало Для меня это ни о чем цифра не говорит Это очень большая сумма А я вам скажу следующее Это за 8 лет Вот представьте себе На 13 гектаров Там вот как вот в голове что-то не укладывается Вот представьте себе На территории нашей области Накоплено 81 миллион тонн отходов Бытовых отходов Это на всей области Да Население региона полтора миллиона Примерно я говорю там Ну миллион Ну миллион 290 Да да 290 Если поделить То представьте себе Я там прикинула Порядка 5 грузовиков Значит Пятитомников С каждого Представьте себе Вот вы говорите Много или мало Так уже понятнее Так уже понятнее Миллионы Что это такое Мы не видели Ну и безусловно Мониторинг Да Мониторинг будет проводиться И на период строительства И на период функционирования Причем Что здесь будет отслеживаться Во-первых Фильтрат Который в теле полигона Во-вторых Стоки Которые будут Что такое тело полигона Тело полигона Тело полигона Это сам Значит Как вам сказать Уплотненная масса Да То что там лежит Вот как бы тело полигона И кроме того Она еще поливается Обязательно водой Значит Водой Здесь будет Вода использоваться Даже Наряду с тем Что она будет Значит Использоваться Речная Кроме того Она будет использоваться Здесь И от самого Фильтра Сам используется То есть Вот как раз Замкнутый цикл Он Вот мне сказал Александр Степанович Что при строительстве Вот этого полигона Запланированы Канавы Значит Траншеи В которые будет Собираться Вот этот Фильтрат И затем Им же будет Поливаться Чтобы не горело Да-да-да И чтоб не горело И потом Чтоб еще Перегнивание шло И так далее Для активизации Реакции Да-да-да Биохимический Псих Поэтому Фильтрат Это как компостная яма Господи Вот все так Так вот Мониторинг Фильтрата Мониторинг Вот этих Вод Которым будет Поливаться Далее Мониторинг Почвы Которые На территории Санитарно-защитной Зоны 500 метров Да И на территории Самого полигона Безусловно Мониторинг Атмосферного Воздуха То что я Вот уже Говорила Порядка По 20 Показателям С какой Периодичностью Это все Отслеживается Там есть Есть некоторые Показатели Видите Регламент Ведь мониторинг Прописан По каждому Компоненту Природной Среды И объекту Где-то там Один раз в неделю Где-то там Допустим Еженедельно Но следует Сказать Что ведь На этом полигоне Будет работать Ежедневно Или даже Ежесуточно 52 человека Представьте себе Это предприятие В две смены То есть И контроль За деятельностью Их будет достаточно Большой Вот когда я Рассматривала Проект Вот этот Экспертизу Готовили мы Заключение Меня удивило Даже то Что при подъезде Каждая машина Должна будет Пройти тех Осмотр Соответствующий И пройти По матам Чтобы колеса Значит Не занесли И не унесли Грязь с собой Обратно возвращаясь В город То есть Вот все Вот эти Особенности Безусловно И водных объектов Будет мониторинг Там Сколько специалистов Надо Слушайте Сортировка Будет Все таки Или этот вопрос Пока не решу Он на второй стадии Он решается И он На первой стадии Это все таки Строительство полигона И Начало приема Отходов Уплотнения И так далее И на второй стадии 19-й год Запланировано Вот как раз По сортировке То есть Это предприятия Это рабочие места Да Соответственно Ну И в связи с тем Что вот эта сортировка Как войдет Сложим На полную мощность Часть отходов Будет естественно Оттуда уйти На утилизацию Да Уходить Будет На вторичные предприятия Да Конечно И в соответствии с этим Объем Поступающих Непосредственно Полигон отходов Будет Меньше Соответственно Соответственно Срок его Может отодвинуться При той же самой Проектной мощности Которая там запланирована Вот это тоже надо Будет учитывать И иметь ввиду Что будут говорить Вот вы запланировали На 8 лет 4 месяца 4 месяца А вы уже тут 12 лет работаете Вот этот момент Обязательно И еще По мониторингу Хочу добавить Потому что Особо возникает вопрос По подземным водам Контроль Мониторинг Значит На сегодня там действует Практически На момент изыскания Было выполнено 20 скважин Значит Заборных Чтобы определить Вот состав Параметры По параметрам Да И 15 наблюдательных То есть 35 скважин Из них 20 Затампонированных Является Это что значит Закрытые После Значит Изыскания Это положено Да Это положено так Чтобы не попало Ничего там Ведь это же все таки К питьевым водам Но питьевым Не питьевым Чтобы не нарушить Не нарушить Там состав Да Вот И поэтому Мониторинг подземных Вот тоже будет Существенно контролироваться Там По крайней мере Было прописано У них 4 наблюдательных Скважины По направлениям Значит Вот все 4 стороны Да Словно так получается Да Буквально несколько секунд Когда следующая поездка Рабочей группы Ну я не знаю По крайней мере Наверное Через неделю Это уж точно поедем Ну например Не всей группы ездите Кто-то Каждый по своему профилю Да Да конечно Ну конечно Мы будем информировать Регулярно Деятельность рабочей группы В наших эфирах Спасибо большое Александр Тимонов И Тамара Ашихмина Сейчас у нас новости Тематические программы И программа Культ поход Ровно через 20 минут Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин